Всем ребята привет! Вы на канале GameDop. В Южной Корее состоялся релиз мобильной MMORPG MuOrigin 3. Кому интересно, как обычно, ссылка где можно скачать в описании под видео. А мы уже по старой традиции зайдем, поиграем немножко, потестируем, игру вам покажу и вы ее оцените. Итак, вот пошел выбор персонажа. По классике MuOrigin 3 героя. Это Воин, Лук и Мах. Кот мешает. Блин, куда тебя деть? Иди там где-то погуляй, там просиди, не знаю. Так, Воин. Что-то не поворачивается ничего. Дальше идет Мах. Магичка. Что интересно, у нее можно выбрать пол. Есть женский, есть мужской персонаж. Смотрится в принципе... О, драконы прикольные. Смотрится в принципе неплохо. И лучник. Что громко там все орет так. Точнее лучница. Пол не выбирается. У каждого класса есть два подкласса. Какие именно, я фиг его знаю. Поэтому давайте... Ну я уже в Mu раньше играл. Какую-то часть не помню. Всегда я играл этими Воинами. Давайте выбираем Воина. Пошла кастомизация героя. Здесь короче кастомизация лица. Можно так вот туда-сюда пальчиком повозить. И как бы что-то рандомное у вас получится. Там можно прическу выбрать. Можно быть лысым. Можно вот такой себе гребень сделать. И... Уйди оттуда! Я мое кот... Извиняюсь. Продолжаем. Так, выбираем прическу. Выбираем цвет волос. Вот. Настоящий красивый мачо. С такими широкими скулами. Как бы все женщины наши. Так, дальше. Телосложение. Там повыше, пониже. Сделаем такого... Не знаю. А что-то оно особо ничего не меняется. Фигня какая-то. Короче. Нажимаем дальше. Так, можно и скулы подвигать. И носики, и ротики, и бровки, и глазки. Ну, как говорится. Кастомизацию можно сделать... Какая вам нравится. Во! Во-во-во! Эти усики. Это пропуск в трусики. Так, ладно. Не будем сильно заморачиваться над кастомизацией. Кастомизация хорошая. Выбирается много чего. Короче. Кому это нужно. Сделать себе там... Кого он захочет. Себе там... Да давай, закрывайся. Какая-то реклама непонятная. И дальше пошел ролик. Город показывает нам. Все. Кот пошел спать. Я хоть не буду кричать. Болда-то идут. На войну против демонов. Так, а вот... Уже сцена поменялась. Теперь мы очнулись на корабле. Судя... Судя по тому, что мы стоим за столом. Точнее, сидим за столом. Мы проснулись с похмельем. Какие мы культурные встали. Стульчик под это подвинули. О, уже можно ходить. Прикольно. Сюда. Сюда. А ну секундочку. Можно типа посидеть? О, можно посидеть. А, возможно, это другие игроки здесь сидят или нет? Наверное, вряд ли нет. Это, наверное, боты сидят. Ладно, идем. Так, до пивлухи подошли. Нифига себе. Какой-то выбор алкоголя. Озвучка на корейском есть, но мы это скипаем. Нажимаем на квест, и он дальше сам идет. Так, это мы выбираем вид камеры. Конечно же, 3D. Ой, какое-то подлахивание было. Как я понял, мы сразу начали в городе, где бегают другие люди. Да. Да, без вступления. Он уже крылатые демоны бегают. Можно немножко город рассмотреть. Но мы пойдем дальше. По квестику. Так, все, на корейском. Вроде бы, там готовится английская версия тоже этой игры. Там, короче, немножко я не понимаю. Там какие-то беты были, збт, обт. Ой, что я пишу. И вот с этими... Блин, я отвлекаюсь. Вот с этими непонятными бетами, збт и тому подобное. Я вот и что-то запутал. Запутался. Типа, вроде бы и корейская версия были беты, потом и английская версия были беты. Вот корейская версия вышла. Потом, вроде бы, еще английская версия выйдет. Короче, эти китайцы в тупик ставят. Ой, какая женщина пошла. Ничего себе. Красивая. Мужчина. Засмущали его. А потом он меня заметил. Красавцы. Ладно, не будем такие... Корейцы, пошлые шутки в сторону. В сторону. Вообще, давайте без шуток. Это серьезная игра. Корейцы другие игры не делают. Так, письмо. На почту пришло с большим сундуком. В сундуке куча алмазов, куча бабла. Все, теперь богатый, успешный человек. Так, это кузнец какой-то. Сейчас, наверное, нам какие-то шмотки сделает. Да-да-да. Сейчас свою первую броню получим. Типа, выбирай. Лево или право. Выбираем лево. Отлично, надели. О, оно визуально отображается. Мне это нравится. Так. Это что такое? Компас? Какой-то компас. Ого, как мы бегаем быстро. Поехали. Ну что? Сейчас, наверное, будем уже биться. Бьем пауков. Так, автобой еще не активный. Вот когда играешь, вот эти вот мобильные игры, корейские, китайские, они такие красивые, когда смотришь на мобилке на экране. Такие красивые, сочные, такие четкие. А потом пересматриваешь видео на компе, как-то видео сильно теряет, убивает качество. Вот как его не снимай, видео в любом случае убивает качество. Пропадает четкость, пропадает сочность. Короче, когда уже видео пересматриваешь, игра какая-то серая кажется. Вот на мобилке такая яркая, сочная. А когда уже на компе монтируешь, игра такая серая, блеклая, мутная какая-то. Там как монтируй, не монтируй, снимай, не снимай, и в любом случае качество портится. Так. Что-то у нас еще скилл появился один. А, комбо вроде бы. Тут сначала бьешь одним скиллом, потом после одного скилла срабатывает другой скилл. Вот такая, наверное, система. Так, еще будем добывать здесь какие-то камни. Шахтерством будем заниматься. Он еще файлы качаются, кстати. 48% только скачала. Короче, пока он докачает, я уже видео сниму и игру уже удалю. Так что, хе-хе-хе-хе-хе, можно и не качать. Ну. О, вертушка уже пошла. Ну, автобоя еще нету. Я нажимаю автобой, он не работает. Первый наш босс, и он такой эффектный дракончик. А его долго бить. Или можно не отходить. Так, что мы там снимали недавно? Хроникал оф инфинити. Я вот уже вижу много общего. Так, топорище дали мне. Такое большое двуручное топорище. Таким топором можно картошку идти копать. Как лопату использовать. Так, а ну, камера приближается, камера отдаляется. О, можно небо рассмотреть. Я люблю небо рассматривать. Птички летают, тучки двигаются с каким-то дерганием. Не плавно плывут, а иногда как-то дергаются. Ага, там вдалеке плывут, а вот ровно над головой они дергаются. Короче, получается, над головой какой-то купол. И он просто по кругу крутится. И вот вдали кажется, что оно плавно идет, а вот сверху оно как-то дергается. О, все, автобой появился. Мы, ребята, можем отдыхать. Шестнадцатый левел прокачали уже. Лучник, мах бегает. Какие-то шумы... О, то красивый скилл был. Такие скиллы я люблю. Какая-то драконы вылетают всякие. Такое мне нравится. Так, очередной квест готов. Бежим. Текстуры немножко с задержкой прогружаются. Что еще сказать? Так, прибежали. Начинаем следующих бить. Я помню, в какую-то версию играл, и там было как? Вот шмоты там точатся постоянно. Сначала он беленьким, потом голубым, потом ярко-синим, потом... Ну, я очередность цветов не помню. Ну, короче, при определенной заточке постоянно цвет меняется. И меняется свечение не только там оружия, а вот всего шмота. Плечи, шлем, ботинки, тело. Вот меняется все, как бы так. И вот что мне не нравилось. Ты там, допустим, тело поточил, ботинки нет. У тебя ботинки зеленые, тело красное. И ты как елка новогодняя бегаешь. Ого, мы вдвоем на одной лошади. Эх, вы корейцы. Вот такой я костюм хочу. Вот такой костюм, типа, голова дракона, ну, типа, шлем дракона. В каждой версии ему есть. Это даже не топовый шмот. Это такой, типа, как бы, визитка этой игры. Какой-то камень дали. Да, какой-то камень дали. Ту-ду-ду-ду. У нас появился новый скилл. А, нет, у нас книжки нету. Ее можно купить. Я купил? Непонятно. Купил, не купил. Вообще непонятно. Так. Скиллы. Нет, не купил. А ну, анимацию скилла покажи мне. Ага, типа, такой хресток. Ладно. Бежим дальше. Так. А, мы, типа, разбили и кристаллы, получили вот эти зеленые звездочки. И сейчас мы за эти звездочки купим книжку. Во. И вот теперь мы прокачаем скилл. Я это мог и сам все сделать, но игра мне это как бы не разрешила. Только через обучение ты покупаешь книжку. Сам купить ты не можешь. А ну, следующий скилл. А, типа, рыбок вперед. Понятно. По-любому нужно обучение. Самому здесь и делать ничего нельзя. ПВП? Ну, очевидно, я ПВП проиграл. Судя на его шмотку, судя по моему шмотку, по моим шмоткам, судя, если судить, то шансов ноль, ноль, zero. Но в ИГе логику искать не нужно. Он даже скиллы не использует. Он... Он вообще ничего не делал. Он буквально стоял в одном месте. Шлем дали. А ну, как будет шлем отображаться на мне? Ну, понятно, понятно, понятно. Я понял. Главное, что отображается. Пока что не очень красиво. Он даже с меня смеется. Что ты за ведро себе на голову одел? Он по-любому с меня смеется. Я только начинаю одеваться. Так. Звания появились. Звания появились. 25-й левел мы уже прокачали. О, теперь нам еще дадут ездовое животное. Будем им кататься. Хопа. Хопа. Понятно, понятно. Понятно. Я понял, я понял. Я знаю, я знаю. Я знаю. Нужно приручить. Я знаю. Я это уже тысячу раз проходил. Давай, 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 давай. Нужно по центру держать. Ого. А я быстро клацаю. Она не успевает. А, держать нужно, а не клацать Ё-моё В других играх нужно было именно клацать быстро И вот чем быстрее ты клацаешь, тем оно более чётко двигается А здесь можно было зажать и держать Скакун активировать Можно ещё других скакунов посмотреть Олень Единорог Какой-то петух Волк Цербер с двумя головами Во, прикольный Это пантера Ну чё, в целом неплохо Вау Во Это называется корги Если я не ошибаюсь, это вроде корги Собачка Так Ну красиво, красиво, молодцы Вау, вообще классно Да За это можно, конечно Плюс поставить Скакунов нарисовали они красивых Только Фиг вы их получите Без доната Или там Чтобы их получить нужно Год-два, год доиграть Как минимум Так Двадцать седьмой левел Чё там Так, давай как-то побежим Нужно немножко отвлеклись Иди бей мобов Давай-давай-давай Ага, я пешком А он типа на коне Нормально Честно А где мой конь Я не вижу кнопку на коня сесть А, вот вижу А, уже поздно Я уже пешком добежал Пока нашёл кнопку Где на коня сесть Вот есть Кнопка на коня сесть Возле Возле атаковать Так, всё Он пошёл кого-то бить А я немножко отвлекусь Нужно здесь Так Чтобы герой не гулял Поставить его на кач На фарм Хоть что-то Где-то Бьёт Лупит Чтобы я не отдыхал Так Всё Кач пошёл Фарм пошёл А мы Смотрим за этой игрой Так, уже всё Квест готов Мы нам дали ботинки Сдаём квест Во, смотрите Можно даже посмотреть Уровень заточки А чё оно Как его это Там, короче, можно было посмотреть И когда точишь И как меняются цветы Вещей Заточка здесь Переносится Так Ещё Эти Алмазов Дали Кучу Наверное Сейчас будем ещё Скилл покупать Какой-то Что прикольно В Му Здесь как бы Отдалека Видно Какой чувак Насколько Точёный Потому что По цвету Сразу определяется Уровень его Заточки Так А где я смотрел Ту фигню Блин Не помню Теперь посмотреть Нельзя Эх ты Блин Ладно Потом Я думаю Нам ещё Ещё Не раз Покажут Так Кубки Это достижения Какие-то А чё я забрать Не могу достижения А Это пинг Плохой Понятно Тут ещё Пинг Плохой Я понял Тебя Нажимаешь И ждёшь Пока Он додумается Экипировка Это не вижу Экипировку Я Это у нас Не знаю Чё Ладно Сейчас Выбьем Новую шмотку И там Посмотрим Как меняется Цвет При заточке Заточка В прошлых Версиях Была Стопроцентная Но 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 Чем выше Точишь Тем нужно Больше ресурсов И там Нужно Очень много Ресурсов Было Что Это Такое Нажми Сюда А Ещё Книжку Нужно Одну Купить Я понял У нас Новый Скилл Появился Нажимаем Кнопку Все Скиллы Прокачать Награду За Выполнение Квеста Берём Награду За то Что мы Скачали Все Игровые Файлы Тоже В принципе Приятно О Я в Дракончика Превратился Там Какой-то Был Там Была Катсцена Я её Скипнул Случайно По Рефлексу Наверное Нужно Было Её Посмотреть Короче Это Типичный Муа Риджин Только Ну С более Красивой С более Лучшей Графикой А Сам Смысл Я думаю Отличаться Здесь Не будет Там В дальнейшем Мы будем Убивать Большие Большие Топ Толпы Мобов Будем Стоять На одном Месте Их Рубить И Фармить Шмотки Фармить Ресурсы Ничего Нового Я думаю Не Конечно Какие-то Здесь Игровые Элементы Будут Новенькие Что-то Не по-любому Добавили Переделали Ну А глобально Глобально Типичная Му Что я могу От себя Сказать Играя В Но Как бы Каждый раз Много Почти Одно И Тоже Только Визуал Меняется А сам Контент И тот Жестается И поэтому Интерес пропадает Со временем Но Если Корейцы Это делают Смотрите Бонусы За первую Покупку За первую Транзакцию Тоже Было И вчерашнее Видео Что я Выкладывал Про Chronicle Of Infinity Абсолютно Тоже Вот Игорь Вот Буквально С одной Как бы С одной Коллекции Взяли Только Разные Названия Разная Графика Так Одно И то Ж Проблема В том Что Подобных Игр Слишком Много Выпускается И Люди В одну Игру Не наигрались Новая Появляется Они Начинают В новую Игру Играть Еще Две Появляются Похожих Короче Разработчики Слишком Слишком Много Делают Подобных Как бы Копий Одинаковых Игр Делают Слишком Много Из-за Из-за Того Что На рынке Слишком Много Однообразных Игр Как бы Ценность Этих Игр Сильно Сильно Падает Если бы Их Было Мало То И Ценность Этой Игрей Была бы На порядок Выше А так Подобных Игр Уже Большой Большой Избыток Тем более Если посмотреть Азиатские Рынки Конечно, у нас такого мало У нас вообще всего мало Если откровенно говорить О, король лич Реально, король лич Или король ли этот, Леорик Скорее всего, это Леорик На Леорика больше похоже Вот так вот, ребята Нажми сюда, нажми сюда, нажми сюда Куча боссов, куча данжев Ну Что-то ничего нового Давай, бей, наверное, его, Леорик Боссика убьем и будем Заканчивать Сейчас, наверное, сколько там часов уже Так, полчетвертого Полчетвертого Ну вот, как раз и сейчас будем Стримчик запускать А че у меня игра вылетела Пацаны Что за беспредел Вот то, что касается Графики Вчера мы смотрели на Еще раз напомню Chronicle of Infinity Смысл тот же Но графика здесь Мне нравится больше Если бы я выбирал бы между этими двумя играми Я бы, наверное, выбрал бы вот эту вот игру Миллион шмоток выпало Все ненужные шмотки разбиваются обычно на ресурсы И из-за этих ресурсов потом качаются уже нужные шмотки Давайте сейчас там перчатки оденем Посмотрим Посмотрим Как они смотрятся на нас Там вроде перчатки О, ноги выпали Вот давай отойдем Не знаю, но отображается Не отображается Должно, по идее, отображаться Смотрите Вот за первое Ну типа Без заточки Точим Точим Оранжевое Точим Более яркое Точим Еще ярче А дальше не показывается Там по-любому Это только на плюс 15 Вот такое будет Вот ты будешь вот такой весь золотой ходить Весь такой сияль будешь Вот такое О О Во Это на плюс 15 И там 100% заточка дальше пойдет На этом, ребята, все Как говорится Мое дело вам показать А вы уже сами решаете Игра вам нравится Или не нравится Спасибо за внимание Всем пока Па-па